Здравствуйте, я Боин Григорий Вячеславович, активист профсоюза действий, представитель фонда Рабочей Академии. Сегодня мой ролик называется «Опровержение». Что же случилось? А случилось вот что. Санитарка из красной зоны Морозовской городской больницы, она к тому же является председателем профгруппы этой же больницы Межрегионального профсоюза работников здравоохранения и действия, обратилась к президенту. Здравствуйте, Владимир Владимирович, меня зовут Корчага Марина Юрьевна, работаю младшей медсестрой в красной зоне в больнице поселка имени Морозова Ленинградской области. Это обращение за день до прямой линии с президента показало питерское НТВ в вечерних новостях. Видимо, это обращение настолько испугало определенный круг лиц, что включился весь административный резерв Ленинградской области. Уже с утра ждали телевидение в этой Морозовской больнице. В Морозовскую больницу подтянулось все заинтересованные начальства в Селужской клинической межрайонной больнице. И когда приехало Ленинградское областное телевидение, тоже готова была группа людей. Вот в такой вот новенькой красной форме готовы были речи, и вот они сняли такой репортаж. И все, в том числе и мы, с удивлением узнали непосредственно от заведующего инфекционной больницы, что... Носить такой скафандр можно не более четырех часов. Они у нас многоразовые, но за сутки один сотрудник использует не меньше четырех костюмов. Вот, соответственно, он выходит из зоны каждые четыре часа. Заходя в зону, он одевает чистый либо новый костюм. Также выяснилось, что есть два врача, которым все платят в полном объеме. Елена Коробейникова до пандемии, здесь это называют в мирное время, трудилась терапевтом в поликлинике. В красную зону попросилась сама. Ее коллега Сергей Тихомиров специализируется на эндокринологии. Сюда пришел для спасения людей, за новым опытом и потому что ипотека. Мы полностью получаем все доплаты. Это федеральный бюджет, да, то, что у нас спонсирует, соответственно, постановление президента. Ленинградская область нам помогает. На самом деле мы благодарны и никаких проблем с доплатами я на себе не ощущал. Желаю всем здоровья! Красивая форма, красивые слова, но согласитесь, картинка удалась, на то это и телевидение. Вы спросите, что же такое, спросила санитарка, раз случился такой переполох. Давайте посмотрим эти 60 секунд целиком. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Корчага Марина Юрьевна. Работаю младшей медсестрой в красной зоне в больнице поселка имени Морозова Ленинградской области. Мы писали обращение в прокуратуру, комитет по здравоохранению, Роспотребнадзор, много жалоб губернатору. В ответ мы получали только отписки. В инфекционном отделении поселка Морозова недостаточно СИЗ, не хватает перчаток, убираем все голыми руками, не хватает персонала. Каждый работник совмещает три вида работ в одном, без доплат и каких-либо документов. Мы не подписывали на совмещение. В инфекционном отделении убрали класс вредности, то есть на данный момент класс вредности ноль. Проверки приезжают, но не дают никакого результата и с работниками не разговаривают. Нас постоянно унижают, то есть в обиходе такие слова, как «рабы», «увольняйтесь». Терпеть можно все, что угодно, кроме несправедливости и унижений. Очень просим вашей помощи. И вот компания НТВ подготовила ролик опровержения. Я специально выделил вот такие вот слова, что сказала санитарка. И мы целиком посмотрим этот ролик, чтобы найти те слова, которые опровергают то, что сказала санитарка. Морозовская клиника городской больницы опровергли появившуюся накануне информацию о нехватке средств индивидуальной защиты. Кроме того, как рассказали врачи и медсестры областной клиники, они получают и региональные, и федеральные надбавки за работу с коронавирусными пациентами. И региональные, и федеральные надбавки получают. Но санитарка об этом не говорила. Она говорила именно о классе вредности. То есть на каждом рабочем месте должно быть проведено соут. Поэтому соут должен быть определён класс вредности. И поэтому класс вредности должна производиться доплата. Вот что спрашивала санитарка о федеральных и региональных выплатах по случаю коронавирусной инфекции. Она не говорит ни слова. Молицы объяснили. Многоразовый костюм выдается всем, кто работает в красной зоне. И обрабатывается каждый раз при входе и выходе в ковид-отделение. Видите, в этом репортаже уже очень лаконично говорится о том, что всё-таки костюмы есть. Уже не говорится о костюме, который должен даваться каждые 4 часа. Просто что костюмы есть. А запаса масок, респираторов, перчаток и бахил хватит на минимум на 2 недели? Ну, если давать по одной перчатке в день, то хватит и на больше. Вот медицинская сестра рассказывает о нюансах средств медицинской защиты. Во-первых, мы надеваем маску, шапочку, очки, перчатки. Обрабатываем руками флайном. Входим уже в шиус. Там надеваем, соответственно, костюм, капюшон. Сверху первые перчатки на костюм. Мы входим в красную санэпид-режим. Санэпид-режим соблюдается здесь строго. И я считаю, что на самом деле в безопасности. Вот появляется тот же доктор Елена Коробейникова, но уже в таком неприглядном виде, без красного костюма. Она рассказывает, что санэпид-режим соблюдается строго, хотя обратите на её внешний вид. Она находится в поликлинике у регистратуры, где в том числе есть пациенты, заражённые ковидом, которые приходят на приём в поликлинику. И как вы думаете, вот этот внешний вид соответствует этому строгому режиму? И насчёт выплат я очень довольна. Поэтому я сюда прошла второй раз. Выплаты все получаем в полном объёме. Мне даже удалось купить автомобиль. Итак, и про вержение пока мы не слышим. Единственное, выяснили из этих двух роликов, что в больнице есть два прикормленных врача, которые ударно выплачивают ипотеку и покупают себе автомобили. Смотрим дальше. Также врачи и санитары Морозовской больницы показали, как устроено местное ковидное отделение. По их словам, в журнале учёта выдачи средств индивидуальной защиты есть данные о каждом сотруднике. Вот здесь говорится, опять же, видите, опровержение. То есть опровержение выглядит так. По словам каких-то сотрудников, я так понимаю, вот этих прикормленных врачей, есть всё-таки какой-то журнал учёта средств индивидуальной защиты. Всего в больнице 120 коек, из них 20 сиренационные. Сейчас клиника загружена в среднем на 90%. И медики, как коллеги, так и руководители, не понимают, почему те, кто заявил о проблемах, ни разу не обратились к главврачу или чиновникам, если у сотрудников были претензии по поводу выплаты или организации труда. Меня просто трясёт. Это начнет Инна Степановна, Инну Степановну просто трясёт. Это не то, что неправда, это абсолютная клевета, потому что здесь обходы еженедельные мои, еженедельные главные медсестры, заместителя главного врача по эпид-безопасности, начальника эпид-отдела. То есть если бы какие-то были хоть намёки на то, что какие-то есть проблемы, мы бы были в курсе и мы бы... Всё, Инна Степановна всех сдала. Вот столько глухих и слепых начальников находятся именно во Всеволожской клинической межрайонной больнице, которые просто раз в неделю посещают и ничего не видят. Но опять же, где опровержение? Опровержение пока не видим. Возможно, опровержение у председателя по здравоохранению Ленинградской области. Он сразу же сообщает о прокуратуре. Надеюсь, прокуратуру он подал заявление на главного врача Всеволожской КМБ Шипачёва. По этому поводу обратились даже в прокуратуру. Мы абсолютно уверены, что средств индивидуальной защиты в Ленинградской области достаточно во всех медицинских организациях. К новому году мы уже будем иметь не двух-трехнедельный запас, а запас двухмесячный. Как рассказал глава областного комитета по здравоохранению, найти цели от резервного фонда региону выделят 111 миллионов рублей. Подведём краткий итог этому ролику. Итак, прикормленный врач Елена Коробейникова получает всё в полном объёме и покупает себе автомобиль. Также кто-то сообщает, что есть какой-то журнал учёта средств индивидуальной защиты, но его не показывают. Начмет вообще об этом первый раз слышит. И комитет по здравоохранению уже обратился в прокуратуру и вот считает, что всё-таки у него всё нормально. Вот где здесь что-то опровергнут? Как же должно было выглядеть опровержение? Но если вы не смогли дойти до места работы именно Марины Юрьевны Корчаги, которая работала в эти сутки как раз в этой больнице, то хотя бы взяли карточку учёта средств индивидуальной защиты. Нет, не журнал, о котором со словом говорят какие-то прикормленные врачи, а именно то, что нужно. Вот такой вот документ. Карточка учёта средств индивидуальной защиты. Потому что если разговор идёт о многоразовых костюмах, то нет ничего сложного. Это один раз в месяц выдать четыре новых костюма, поставить роспись и списать те, которые пришли в негодность. Вот такой карточки за подписью Корчаги не нашлось. Вас устроил какой-то журнал со слов каких-то людей. А что же было дальше? А дальше случилось непредвиденное. Поздно вечером к ним приехал Роспотребнадзор. Представляете, вот эти вот не вышедшие из образа звёзды сопровождали уже Роспотребнадзор, а именно Роспотребнадзор всё-таки дошёл до места работы Корчаги Мариной Юрьевной и увидела вот что. Увидела то, что за всеми вот этими съёмками, декорациями они не сделали главного. Они даже не положили перчатки в тот день на пост, чтобы ими пользоваться. Их не было ни на одном отделении. Когда говорили, почему вы не сходили в шлюз, выяснилось, что и в шлюзе нет этих перчаток. То есть опростоволосились по полной. И вот эта звезда Елена Коробейникова, не выйдя из образа, начала застраивать Марину Юрьевну. Говорят, что у вас тут молнии не сходятся. Ну и выяснилось, что костюм-то выдан наш в июле месяца, а сейчас декабрь. И эти молнии не предполагают такой длительной эксплуатации с июля по декабрь, со всеми этими замочками, стирками, обеззараживающими средствами и тому подобное. Что вряд ли эта мембрана, о которой там пишется в инструкции, выдерживает столько много обработок. Опять же повторюсь, с июля по декабрь. И вот Роспотребнадзор, вся эта комиссия стояла, хлопала глазами и не знала вообще, как реагировать. Очень интересно бы увидеть этот акт. Покажите профсоюзу акт. Именно нам интересно, что вы там написали в акте этой проверки. Мы пошлем к вам запрос. Надеюсь, вы нам ответите. А что же делать рядовым сотрудникам? Как вы знаете, я в своих роликах говорю не только о том, как плохо, но и конкретно что делать. А делать следующее. Увидите, начальство не обращает на вас никакого внимания, не на ваше здоровье, не на вашей семье. У них свои интересы, но у вас должны быть свои интересы. То есть понятно, что каждый костюм – это расход для начальства. Эти деньги, они вполне оставляют себе, плюя на ваше здоровье. Поэтому на месте. Есть такая форма, то есть акт. Берёте, пишете, просто можете от руки, видите форму на экране, пишите акт. Указываете число, время, место. Пишите вид нарушения, и три человека подписываются под этим. И даёте любому должностному лицу, который отвечает за это подразделение, подписать этот акт. Если он отказывается подписать этот акт, то вы пишете прямо под этими подписями, что такой-то, такой-то отказался подписать этот акт. Такая форма установленная, её берут даже суды для рассмотрения. Именно так и нужно оформлять нарушения. И в дальнейшем, в принципе, вы можете приостановить работу. Так и пишете главному врачу от таких-то, таких-то. Мы приостанавливаем работу до устранения таких-то, таких-то недостатков. И дальше вам оплачивают по-среднему ваш простой, потому что данный простой именно по вине работодателя, потому что он не обеспечил такую интересную вещь, как охрану труда. То есть, исполнение вот этих всех норм, санпинов и ГОСТов. Приостановка работы. Именно приостановка, не остановка. Приостановите хотя бы один раз работу по этому принципу. То есть, написали, что приостанавливаете в двух экземплярах. Один экземпляр отдаёте начальнику, во втором пусть он расписывается, ну, вашему ближайшему, что он это получил, ваше заявление. И просто сидите и читайте газету на своём рабочем месте. Вы увидите волшебное вообще действие такой приостановки. Сразу все забегают, сразу всё решится. А так вы молчите. И на вашем вот этом молчании некоторые лица делают то, что им нужно. У вас свои интересы, у них свои интересы. Соблюдайте именно свои интересы. А Межрегиональный профсоюз действий работников здравоохранения, первичной профсоюзной организации во Всеволожской клинической межрайонной больнице предлагают уволить несправившихся с работой во время пандемии медицинских чиновников, главного врача Шипачёву и все, кто с ним, то есть Ночмеда, который проявился в этом ролике, главную сестру Павлову, и поставить других, которые будут работать и справиться с возникшими трудностями. А профсоюз действий продолжает работу за заключение прогрессивного коллективного договора во Всеволожской клинической межрайонной больнице. Свои заявления вы можете отправлять на почту vgp67.mail.ru Также акты, которые вы будете составлять на своих рабочих местах о нарушении техники безопасности, делайте в двух экземплярах, один из них фотографируйте, отсылайте на ту же почту vgp67.mail.ru Профсоюз будет рассматривать их, правком будет принимать решения по каждому акту. Ну и будьте здоровы! А пока, пока! Желаю всем здоровья! Субтитры создавал DimaTorzok